Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с женщинами, которые реализуют социально значимые проекты. Какие предложения были взяты в работу? Подробности в следующем материале. Профессионалы с моего дела, ставшие руководителями, преданные жены и любящие мамы. Приглашение в художественный музей от временно исполняющего обязанности главы региона получили самые активные члены Союза Женщин. Их сила в единстве, а в основе работы – семейные ценности. Нам очень всем хотелось восстановить когда-то утерянный предмет этикой психологии семейной жизни. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что учить надо быть семьянином с самых-самых малых лет. И так у нас появился проект «Гармония в доме. Высшая реальность семейного счастья». В рамках этого проекта за счет гранта был написан учебник «Менеджмент счастливой семьи». Предмет стали изучать и в школах региона. Благодаря кропотливому труду писателей и сотрудников Чувашского книжного издательства весь мир знает о республике и ее уроженцах. Чувашское книжное издательство на всероссийском уровне достойно представляет республику. В 2019 году мы получили первое место в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. И это была книга Юрия Ювенальева «Ювелирное искусство. Суара Булгар». В число 50 лучших книг по России вошли три наших книги. Поддержка подобных проектов выходит на первый план, отметил Олег Николаев. Целевой аудитории книг о культуре и истории должны становиться дети, но необходимо искать новые формы подачи материала. Может быть там используя вот эти руны, которые у нас вообще являются, ну скажем так, более древним алфавитом, если так можно выразиться, да, там, и передачей языка нашего чувашского. Понятно, просто тексты ему уже неинтересны. Может быть через интерактив, может быть там через разработку специальной программы, какие-то руны трансформируются в вины слова чувашского значения и через это заинтересовывают детей. Ну а того, что будем поддерживать, я был автором, вернее, закона о внесении изменений, закона об образовании. Было принято важнейшее решение о создании президентского фонда поддержки родных языков. И мы должны этим воспользоваться. Во многом благодаря женщинам создается красота в городах и районах. К юбилейным датам флористы уже выращивают в питомниках новые сорта цветов и декоративных кустарников. Большая возможность, что сейчас вот в нашей стране, у нас в республике существует программа по комфортной среде, по благоустройству городов. И мы видим для себя возможность и тоже как такой вызов мы, конечно, тоже имеем проектную группу. Еще одна приоритетная программа – ликвидация второй смены в школах. Как эту проблему решают в республике, поинтересовалась многодетная мама. А не планируется ли, Алексеевич, в нашем северо-западном районе, например, в таком большом новом строящемся и развивающемся районе университетской строительства новой школы? Планируется буквально в ближайшее время. В плане она стоит на следующий год, начало его строительства. Но мы сейчас делаем все, чтобы перенести его начало на этот год. Ну а в канун праздника для прекрасных дам звучали песни. И, пожалуй, лучшее дополнение к образу женщины-лидера – цветы. Мужчинам без прекрасной половины никуда. Их вклад в развитие республики трудно переоценить, отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков.